Боже мой, вы просто посмотрите на этого бедного, несчастного молодого человека, который уже так устал от этой школы, который уже так мечтает наконец-таки вырасти, поступить в университет и кинуться навстречу новым приключениям в его жизни. Боже мой, как я тебя понимаю, дорогой мой, я уже сама не могу дождаться твоего дня рождения, ну потерпи, потерпи ещё немножечко, нам осталось с тобой 4 дня. Держись, Филя, держись, я помогу тебе, всё будет у нас с тобой хорошо. Всем большой привет, я безумно рада видеть вас у себя на канале, мы с вами играем в династию застройщиков. Да, всем приятного просмотра, это 11 серия, и я не знаю, ребят, что происходит с игрой, потому что какого-то фига, когда я в неё зашла, то у нас уже был практически конец рабочего, вернее учебного дня нашего Филберта, я так понимаю, что сейчас к нам опять Харви в гости нагрянет, как всегда, наш самый лучший друг, который спустя столько лет до сих пор переживает за, в общем-то, детей, которых он вырастил, и да, уже думает, о боже мой, он опять, опять посмотрите, какой он идёт уставший, бедный парень, боже мой, что в этой школе делать с детьми? Слушай, я с тобой полностью согласна, я не знаю, что там с ними делают, явно издеваются, да, у нас тут заплаточка, нам помогает, спасибо ему за это огромное, в общем-то, да, у нас с вами среда, 3 часа дня, оказывается, как оказывается, ну давай сразу тогда поприветствуем, поприветствуем нашего няню Харви, да, скажем, чтобы он проходил, как всегда, если хочет, вот, давай пригласить войти, А сами мы в это время пойдём, пожалуй, что починим раковину, или может быть, нет, давайте мы наймём мастера по ремонту, потому что наш Филберт уже всё, он просто, вот он просто сдаётся, а план это на сегодня грандиозный лично у меня, потому что я бы очень сильно хотела, чтобы мы с Филбертом отправились в мир магии, потому что, в принципе, пора, да, уже давным-давно ему пора было стать магом, настоящим магом, которых нам подогнали разработчики, да, а Филберт у меня до сих пор не маг, как бы технически, это вообще, это никуда не годится, так не положено, поэтому я бы очень сильно хотела, чтобы мы отправились в мир магии, посмотрели, во-первых, как там дела у наших старейшин, давай, солнышко моё, падай, падай и отсыпайся, и потом иди сюда в кроваточку мягенькую, Да, чтобы мы, в общем-то говоря, посмотрели, как идут дела у наших старейшин, вообще, как у них там продвигается с их идеей основать школу магии, пришёл ли кто-то через появившиеся по всем уголкам вселенной трещины, в общем-то, узнаем вообще, как у них там дела, пообщаемся, поговорим, И я думаю, что, конечно же, попросим, чтобы нас тоже кое-чему обучили, и чтобы наш Филберт официально трансформировался и прошёл тот самый обряд по превращению в настоящего потомственного светлого мага Ребят, не знаю, как вы, а я просто всей своей душой, всем своим нутром обожаю вот это пугало, потому что посмотрите, что вообще вытворяет заплатка, это коктейль Зита и Гита специально для нас Я не знаю, он, наверное, очень хочет подружиться с Филбертом, потому что, я не знаю, помните вы или нет, в первом поколении, когда был жив Джеромчик, то он очень хорошо с ним дружил И они вообще очень часто общались на всякие задушевные темы, а Филберт как-то... Конечно, заплатка его сначала не хотел трогать, как-то тревожить, потому что нашему мальчику тяжело, он пережил довольно-таки непростые события в свой подростковый возраст, но вот сейчас он намутил нам Зиту и Гиту, да И, наверное, очень хочет, чтобы мы под стаканчик Зиты и Гиты поговорили о чем-нибудь насущном и вообще раззнакомились и начали наконец-таки дружить Я думаю, что мы с радостью это сделаем, боже, посмотрите, как это круто, здесь и лайм, и лед, и все, просто заплатка, ты огонь, я тебя обожаю Так, ну что, ребята, мы бежим, мы бежим скорее к нашим воротам, вернее к нашей трещине, да, вы же все помните, я думаю, что это у нас все-таки трещина А не абы что, да, ничто попало Поэтому, да, прямо сейчас мы уже будем с вами отправляться в мир магии Вот, в принципе, я думаю, в туалет ты можешь и там сходить, если что Если уже вдруг что, да Ну что, давай, дорогой мой, давай Ой, что-то я, что-то я, кажется, сейчас произойдет что-то не очень хорошее, думаю, у нас Филя Ну ничего страшного, все будет в порядке Да, пожалуйста, зайти в портал И мы отправляемся к нашим старейшинам Ну что, ребята, мы с вами прибыли в мир магии Просто посмотрите на лицо нашего Филберта Мне кажется, что он в полном шоке сейчас Да, на самом деле, он вообще жалуется на то, что хочет кушать Но просто посмотрите на эти глаза Которые так и говорят Ааа, что? Что? А на самом деле Филберт в шоке, потому что... Вот что! Потому что он только что увидел, как девушка с прекрасным именем Эмилия Да, та самая девушка, которую он видел, когда отдыхали они вместе с друзьями Как вы можете, наверное, помнить в нашей базе отдыха в Глимербруке И вот эта самая девушка к нам подходила И мы приглашали ее остаться с нами на огонек И сейчас она такая садится на метлу И да, и, собственно говоря, улетает ввысь До свидания Я думаю, что, конечно же, для нашего Филберта это полный шок И он думает, да, я понял Кажется, не только я смог разглядеть эту трещину Но эта девушка, неужели... Неужели она тоже маг? И да, я думаю, сейчас Филберт у нас увидит то, что тут все поменялось Кстати, вот Эмилия, слушай, Эмилия, ты, по-моему... Ты, по-моему, куда-то не туда, слушай Тебе не кажется, что как-то у тебя не очень, по-моему, все пошло? Не, смотрите, вроде как нормально, да, более-менее приземлилась И опять куда-то, кстати, она ускакала Слушайте, у меня игра подвисает, мне это жутко не нравится Так, можно, пожалуйста, на паузу поставить? Спасибо Да, надо разогнать, что ли, компьютер, потому что пока что ему почему-то плохо Так, а ты, ну ты молодец, конечно, да, ты у меня красавчик Тут у нас Грейс Ананси, да Та еще тоже, та еще, скажу я вам, барышня Да, с ней нужно быть поаккуратнее Потому что она может натворить... Она может натворить делов, на самом-то деле Ну что, дорогой мой, давай мы с тобой быстренько найдем, где справить нашу нужду Да, а, собственно говоря, вот тут у нас происходит вся основная тусня Да, тут у нас находятся и Лефия, и Трой Да, и посмотрите, по-моему, по-моему, у них все прекрасно У Троя прекрасное настроение У Лефии, в принципе, тоже Да, я думаю, что сейчас мы с ними обязательно поздороваемся И, конечно же, вы понимаете, что именно Трой будет нашим основным наставником Нашим учителем, потому что именно Трой у нас отвечает за светлую магию Да, а Филберт у нас является светлым магом И вы поднимаетесь наверх куда-то Наверное, прочуяли то, что мы сюда прибыли, да? Ну давайте, давайте, хорошо поднимайтесь Да, а вот и Фурия, а вот и Фурия, солнышко мое Привет, привет, а у тебя как настроение? Слушай, у тебя тоже все в порядке, да? Мне кажется, что, в принципе, ей понравилось делиться знаниями, да? Чувствовать себя такой вот, как бы, важной персоной Кого-то, в общем-то говоря, обучать Кому-то преподавать Жаловаться на то, какие все болды и балбесы Мне кажется, что да, Элифия Ой, господи, Элифия, Фурия Мне кажется, Фурия у нас прирожденный Просто препод Давай, давай, скорее, скорее, дорогой мой Вставай уже со своего трона И давай, давай, скорее, иди к Элифии Вот, ты у меня сейчас будешь контролить, что ли, Томакса, да? Или нет? Элифия чем-то у меня сейчас будешь заниматься Посмотрите, у них прекрасное настроение Мне кажется, что идея нашего Филберта более чем зашла Да, я надеюсь, вы не будете оттуда общаться Да, давайте, пожалуйста, как-то вот так Отлично, давай, поздороваемся Скажи, Филберт, привет Здравствуй, здравствуй, Элифия Я смотрю, что уже очень много людей у вас по волшебному миру бродит Ходит Да, знаешь, действительно, ты прав И что, и как у вас дела? Как ты к этому относишься? Все ли у вас в порядке? Я очень переживала, на самом-то деле И вот зашел узнать, как вообще дела И на самом-то деле я бы хотела, может быть, если вы свободны Если все в порядке, то я бы хотел тоже сам чему-нибудь обучиться Если можно, конечно Да, без проблем, дорогой мой Ты что, у нас все в порядке, как я тебе говорила Да, действительно, люди начали прибывать Но ты был прав Все абсолютно, все более чем в порядке Поэтому, да, ты не переживай У нас все хорошо Потихонечку, знаешь, выливаемся Потихонечку обучаем Поэтому, да, ты не волнуйся И можешь вообще в любую погоду, в любое время дня и ночи к нам заглядывать Мы тут всегда будем тебе рады Так что ты не переживаешь Что, серьезно? И даже фурия, что ли? Ну, да, да, я же тебе говорила Она остынет Ты не переживай Она девушка хорошая Просто Просто у нее немножечко холерной И немножечко противный характер Ну, ладно, хорошо, я понял Спасибо вам большое Так, давай спросим, как пользоваться волшебством Да, вот У нас Филби сейчас говорит Я на самом-то деле Я, конечно же, понимаю Что за такими знаниями Ни к углу не обратишься Вообще ни к чему Подскажите мне, пожалуйста Как вообще Как вообще это все происходит? Боже, вы посмотрите на эти огромные глаза У нас Элифия говорит А вот так вот, собственно говоря Это все и происходит Ого, ого Нифига себе Нифига себе Это волшебная палочка Серьезно Слушайте, у моего отца такой не было Да, я помню, что у него не было Но это потому, что Это потому, что у нас не было Игрового набора Мир Маги, дорогой мой А светлым магам, кстати И положено по уставу колдовать Волшебной палочкой И летать на метлах Так что да Вот, смотри, дорогой мой Тебе понадобится вот такой вот чудесный агрегат Ого А где А где я могу его получить? Да, у нас на самом деле есть целый остров Ты знаешь Мы, в общем-то говоря Решили так быстро влиться в эту всю атмосферу Сходи на В общем-то Отправься через трещину в пространстве На соседний остров Там есть целый ларек Да И там наши местные мастера Изготавливают просто прекрасные палочки Так что ты сможешь найти Любой на свой вкус А далее Я В общем-то И другие Сможем обучить тебя Всяким крутым штукам И ты сможешь делать Даже вот так вот Как я сейчас, например Боже Это Это так здорово Слушайте, это очень-очень сильно Это очень впечатляюще Мне Мне нравится Спасибо Да, ну правда Я совсем не знаю Кому обращаться Изучение А, чародей Конечно, чародей всегда готов Отлично Скажи У нас Или фея сейчас Говорит так Ну что, дорогой мой Смотри Сейчас Я попрошу тебе Сделать одно дельце На самом-то деле Я помогу тебе Я дам тебе Кое-какие базовые знания В общем-то Помогу тебе Пройти определенный обряд И наделю тебя Определенными способностями Которыми Только я могу наделить Но для этого Принеси мне, пожалуйста Определенное количество Сферок Вот Они нужны мне для того Чтобы Поддерживать нормальное состояние Наших фамильяров Кстати, ты тоже можешь Себе выбрать фамильяры Если захочешь Так что да Вот Сейчас ты можешь видеть Где находятся эти сферы Так что Принеси мне, пожалуйста Пару штучек И после этого Возвращайся ко мне А вообще Если что То обращайся к Трою Потому что Потому что Он непосредственно твой учитель Он же светлый маг И как бы да Поэтому Обращайся к Трою Я думаю Что он с радостью тебе поможет Круто Слушайте Круто Спасибо Хорошо Я пошел Искать Так Семь волшебных сфер Конечно же Семь волшебных сфер Мы прекрасно помним Про семь волшебных сфер Так Отлично А тут у нас А, смотрите Фурия у нас наблюдает За тем Как проходит волшебная дуэль И улыбка масляная С лица Так и не сходит Я уверена Что это она Стала инициатором Вообще Сего действия Да Думает Так, ребята Что это такое Вы Вы обладаете способностями Еще ни разу Не устроили волшебную дуэль Это вообще Это что такое А ну-ка Бегом драться А ну-ка Бегом во двор И драться Да Я буду вашим Судьей Да Буду следить Смотрите Как у вас Все получается Смотрите У нас получается Даррел Наверное Темный маг Потому что он руками колдует А вот эта Прекраснейшая девушка Она у нас Светлый маг Да Ну Даррел Гад Такой Даррел Гад Такой победил Мизуки Вообще Бесстыдник Просто Просто Бесстыдник Эмилия у нас Вышла Говорит Боже мой Даррел Что ты делаешь Афория Говорит А что он делает Это волшебная дуэль Детка Да Тут Ты положена Надирать задницу Ну да Ну да Все с тобой Ясно Гадкая ты женщина Кто это такая Мизуки Мураками Слушайте А что у меня Мизук Целая куча А что у меня Целая куча Очень симпатичных Мизук Вот мне интересно Еще и с вампирской Прической С таким колье Мизуки Это что-то Это что-то Подозрительное По-моему Это что-то Интересное Так Отлично Ну что Скажи Ты уже принес Справился Ну да Вроде как Это оно Я правильно понимаю Ну да Это оно Так Ну а теперь Дорогой мой А теперь Держись Сейчас я тебя Сейчас я тебя Обращу В настоящего мага И да И ты сможешь Обладать Просто невероятнейшими Способностями В честь того Что ты внук В общем-то Одного из Великих стражей Поэтому да Тебе выпала Такая честь Пользуюсь Этими способностями В общем-то Здраво Пользуйся Во благо Используй их Да И обучайся Обучайся И будь достойным Представителем Светлой магии Вот так вот Ковырит Наша элефия И обучает Нашего филберта В мага Да Да Мы теперь Ура Ребята Это свершилось Мы теперь Мы теперь Официально Стали чародеями Боже Наконец-то Наконец-то Слушай Это круто У меня теперь Будет своя книга Заклинаний Правда Конечно будет А как же иначе Так Отлично Давай тогда Поблагодарим Элефию И возможно Спросим у нее Что-нибудь Да Попросить Пройти Не-не-не Так Давай пожалуйста Мы ее Что-нибудь Так Спросим Попросить Научить Новому Рецепту Зелья Можно Не зелья Ладно Скажи Филберт Я вам просто Невероятно Благодарен Это очень Круто Спасибо большое Я прям Знаете Я прям чувствую Прилив сил Каких-то Это что-то Невообразимое Огромное Вам спасибо Да Я думаю Что обязательно К вам еще Нагряну Конечно же Чтобы учиться Вот Элефия Она скажет Конечно Конечно Ты обязательно Заглядывай Я буду тебя Очень ждать Вот И Трой Будет Очень тебя Сильно Ждать Да Потому что Потому что Он будет Я думаю С огромной Радостью Тебя Обучать И вообще Мне кажется Что Вы замечательно Подружитесь Ну Я очень На это Надеюсь Еще раз Огромное Вам спасибо Да Я счастлив Что у вас Все в порядке Да Да Малыш Все в порядке Только Знаешь Я хотела тебе Сказать кое-что На самом-то деле Спасаться Мне дорогой мой Потому что Она ищет ответы На вопросы И я Я смогу Ей все рассказать Я смогу Ей все объяснить И я смогу Дать ей Эти ответы На вопросы Хорошо Договорились Я что-то Слабо Понял Конечно Какая девушка Я ведь даже Не знаю Как она выглядит Ну Сразу Узнаешь Да Ты обязательно Поговори Иди Вот прям Как можно Скорее И скажи Чтобы она Тебе познакомила С этой девушкой И сразу Как только Разнакомишься С ней Приводи ее Ко мне Объясни про меня Про нас Вообще всех Про наш мир Скажи Что здесь Безопасно Что здесь Только И рады Таким людям Как вообще Как она И как мы все Которые обладают Какими-то способностями И да Ты скажи Что я ее Очень сильно жду И я обязательно Помогу ей Узнать Кто она такая И чем На самом деле Она обладает Какой силушкой Она обладает Хорошо Договорились С тобой Ну хорошо Хорошо Конечно Я вас понял Спасибо вам большое Я как можно Скорее Конечно же Созвонюсь Сетя Ди Ну Вы меня Заинтриговали Конечно Ну ничего страшного Совсем скоро Развеешь свою интригу Ты тоже Не переживай Девушка Там на самом деле Очень хорошая Просто ей нужны Ответы на вопросы Ну хорошо Хорошо Мы поняли Мы поняли Так Ну что ребята Мы официально Стали магами Да Я думаю что Мы уже в принципе Будем отправляться домой Да Потому что Фил говорит Ну очень сильно Уставший Да Я думаю что Нам стоит этим Семь заниматься Все таки Когда мы будем Себя нормально чувствовать Поэтому сейчас Мы отправляемся домой Так Ну что ребята Мы уже на самом деле Приехали домой Наконец таки Да Наш Филберт Стал счастлив Он наконец таки Вкусил Чего-то Чего-то В общем-то Сладенького Вредненького Да Я думаю что Он у меня такой Все таки Любит Какие-то вкусняшки Хотя Он на них Очень быстро Поправляется Вот И я хочу вам сказать Что наверное В ближайшее время Мы будем заниматься Нашим мальчиком Да Конечно же Будем развивать Наши новые Наконец таки Появившиеся Способности И вообще Например Будем заниматься И самим Филбертом Например Все таки Доведем его фигурку До идеала Я начинала этим заниматься Давным-давно Если вы помните Но как-то так И не продолжила Вот Я хочу чтобы он Мне немножечко Скинул Еще побегал На беговых дорожках А после этого Чтобы он нарастил себе Массу мышечную Да Для того Чтобы быть Настоящим Суперменом Чтобы быть Красавчиком Потому что Совсем скоро Уже Парнишке Стукнет Двадцатник На самом-то деле И он уже У меня Отправится В университет А в университете У нас Нас ждет Патриция Да А для того Чтобы закатрить Нашу дорогую Патрицию Конечно же Нужно Быть в идеальной форме Да И вот Отлично Давай еще С Собакином Пообщайся Вот Почеши Брюшко И попросить Сходить в туалет Ну можешь попросить Конечно Давай кстати Хорошая идея И да На самом-то деле Я думаю Что уже буду Отправлять Своего Пацана Спать Потому что Он у меня В хлам Уставший Как вы можете Заметить Она В школку Через 6 часов Да Кстати У нас сегодня Четверг И у нас Боже мой Двенадцатый день Осень Да когда же Начнется Зима Я уже Просто Не могу Ой Очень хочется Зимы Ну да ладно Все ребят Я думаю Что действительно Буду уже На этом Заканчивать Вот Увидимся Совсем С вами Скоро Всем огромное Спасибо за Внимание Всем до новых Встреч И всем Пока Пока